Привет дорогие друзья и гости моего канала. Рад вас приветствовать на своем канале. Хочу вас поблагодарить всех за то, что заходите на канал, смотрите видео, подписывайтесь, ведете активную жизнь на моем канале, ставите лайки, комментируете, делитесь своими опытами, своими мыслями. Мне это очень приятно, спасибо вам большое. Сегодня хочу с вами поговорить закладки инкубационного яйца индюков. Многие спрашивают меня о породе. Покупал я этих индюков у двоих людей. Индюка и индюшку я покупал еще летом. Есть видео о 5 индюшек докупал уже осенью. Если меня не обманули, то здесь порода бурбон и бронзе. Привозились эти индюки инкубационным яйцом. Одни привозились из Франции, другие привозились из Германии. Вот индюки у меня относительно недолго. Они у меня уже занеслись. Занеслись они 23 декабря. Вот началось собирать яйца. На данный момент уже есть 29 яиц. Немножко отсюда забрали, но 29 осталось. И получается так, что здесь есть и первые яйца. Хотя говорят, что первые яйца закладывать нежелательно. Ну посмотрим, что будет. Так, здесь у меня остались яйца почище. Потому что был еще вопрос, мыть яйца или не мыть перед закладкой в инкубатор. Если они у вас вот такие грязные, то конечно их мыть. Потому что была у нас сырая погода, слякой дождь. Лапы у индюшек были грязные. Вот они на гнездо когда садились, яйцо сносили. Вот такое оно грязное получалось. То есть я уже поместил их в тазик с раствором марганцовки. Сейчас они там чуть-чуть полежат. Мы их оттуда достанем, положим на полотенце, чтобы они обсохли. И тогда будем закладывать в инкубатор. Ну а если яйцо у вас более-менее чистое, то я его не обрабатываю. Так, об обработке. Одни обрабатывают марганцовкой, так как это делаю я слабым раствором. Другие обрабатывают перекись водорода напополам с водой. И еще знаю способ, обрабатывают уксус тоже напополам с водой. Может кто-то еще знает какой-то вариант, то пишите пожалуйста в комментариях. Я делаю вот так. Так, пока наши яйца будут там лежать, покажу вам в какой инкубатор буду закладывать в этот раз индюшинные яйца. Кто смотрит мои видеоролики, знаете, что я пользуюсь инкубаторами квотчиками 31Е. Вот они, эти инкубаторы. У меня есть еще один такой инкубатор, то есть у меня их три, но в свой инкубатор я закладывать не буду, потому что я немножко проптыкал и не купил салфетки. То есть некуда там наливать воду. Но так как у меня есть еще один инкубатор, тоже фирмы квотчка. Вот такая модель этого инкубатора, это тоже квотчка. МИ-31С, это обычный ламповый инкубатор, в котором уже температура выставлена от завода. То есть я так понимаю поправок уже здесь никто не сделает. Это не мой инкубатор, это знакомая привезла этот инкубатор, когда уезжала. И я выводил здесь цыплят. Так инкубатор этот у меня и остался. Ну и я в него буду закладывать яйца индюков. Кто пользуется таким инкубатором, кто будет смотреть мои видео, кто имеет опыт уже при пользовании вот такого инкубатора, не будьте равнодушны. Прошу вас написать инструкцию, как этим инкубатором пользоваться, для того, чтобы получить максимально хороший выход наших птичек. То есть какие должны быть правила использования этого инкубатора. Ну а сейчас буду доставать отсюда уже яйца. То есть они уже полежали. Вот смотрите, они уже хорошо моются. Даже не надо брать ни мочалку, ни какую-то тряпочку. Это все хорошо делается и рукой. То есть они не загрязненные какими-то там сильными. Непонятными веществами не кал. Здесь ничего плохого. Здесь просто обычная грязь. Яйца из тазика достали. И теперь даем им немножко просохнуть. Ну все. Вот так получается у нас 29 яиц. И сейчас мы будем их закладывать в инкубатор. Вот те, что были потемнее, есть вот смотрите, темные. Еще когда побывали в марганцовке, они стали еще темнее. То есть приобрели цвет марганцовки. Но ничего страшного в этом нет. Так, инкубатор был у нас включен. Он прогрет, температура набралась. Сейчас его отключаем и будем закладывать яйца. Водичка заливается здесь в поддончик. Водичку я залил. Все, первый пошел в помощь. Ну все, все наши 20 яиц. 29 уже в инкубаторе. Все накрыл их крышкой. И включаем инкубатор. Если бы было яиц намного больше, то яйца можно здесь ставить. Так как они стоят у меня в тех инкубаторах. А так как яиц мало, то есть они как раз хорошо легли. Когда я здесь закладывал куриные, то здесь еще что мне плохо, что нужно с краев яйца перелаживать на сертинку, а со сертинки перекладывать на бока. Для того, чтобы они равномерно прогревались. То есть в инкубаторе с вентилятором этого делать не надо, потому что температура распределяется равномерно. Вот так, друзья. Закладку мы сделали. Сегодня у нас 7 число. Всех вас поздравляю с Рождеством. Всем всего хорошего, крепкого здоровья, счастья, благополучия. Всего самого наилучшего. Берегите себя, своих родных. Дарите тепло, любовь, улыбки. Любите и будьте любимы. Все. А я побежал на двор. Будем бороться. Еще раз хочу попросить. Напишите, кто пользуется сетскими инкубаторами, как правильно их эксплуатировать при выводимости цыплят. Вот выхожу из дому, стою на пороге. Вот такая у нас прекрасная погода. Может, кто-то смотрит меня у кого-то уже снег, зима, мороз. Поделюсь с вами немножко солнышком. Вот смотрите, как оно сияет хорошо. Вот такое у нас красивое солнце. Вот. Минуту, как стою на пороге, а уже мне жарко. Эти товарищи не хотят идти в сарай. Они так здесь и ночуют. Крикуха. Сейчас буду открывать курей и буду выпускать их за огородку. Вот смотрите, как он здоровается. Смотрите. Разговаривает дракоша. Хочет пить, да? Хорош. Вот такой хороший мальчик. Это плечистый сележи наш. Вы купались. Смотрите, какой он красивый становится. Вчера целый день купались. Я им водички налил. Вот они целый день болтыхались вчера. Тоже была хорошая погодка. Ходили и паслись, и купались. Так что пока они еще не жалуются. Так, а сейчас будет набег животных. Сейчас они будут вылетать. Выходит. Все, ты видишь, пошел. Так, люблю, как они разговаривают. Рома, давай кушать. Так, зашел в сарай. Они все за мною. Все, пошел им готовить кушать. Это только красуется и красуется. Смотрите, какой красивый. Большой стал, поправился. Эти уже пришли кушать просить. Сейчас придет, покрасуется. В мире животных. Иногда приду сюда, говорю, Женя, так я побежал яйца собирать. Я быстренько. Она говорит, у тебя там 10 минут, потому что Святик сам дома. А я как засяду здесь и забываю за 10 минут. Вообще время здесь не забываешь. Интересно за всеми смотреть, наблюдать. Так, там в толпе видно уже дракоша наш работает. Уточки здесь разнотромные с ним сидят. Вот как раз он уже и спаривает. Все получилось. Ходит доволен. Червяк вывалился, значит, все хорошо. Пошел довольный. Все, все завтракают. И здесь кушают. И здесь кушают. Еще сейчас буду идти на тот двор. Всех покормлю, а потом буду кушать и я. В общем, все, друзья. Всем спасибо за просмотры. Всем всего хорошего. Еще раз всем пока-пока.